Всем привет! Вы на канале Coin22. Меня зовут Андрей и сегодня я вам расскажу о самых перспективных криптовалютах на 2022 год. И огромный плюс в том, что все они будут стоить до 1 доллара. Поэтому если у тебя маленькие бюджеты и ты хочешь инвестировать в криптовалюту, то посмотрев это видео, ты сможешь собрать небольшой, но зато прибыльный криптопортфель. Сегодня мы разберем 5 криптовалют. Я расскажу тебе о принципе их работы и почему в ближайшее время они вырастут в цене. Наш топ начнет криптовалюта Tron. На данный момент эта монета стоит 7 центов. Для тех, кто не знал, Tron это блокчейн-платформа, которая нацелена на обмен бесплатным пользовательским контентом, созданная в 2017 году. А ее родная криптовалюта Tronix TRX в настоящее время является 25-й по величине криптовалютой по рыночной капитализации. Джастин Сан, генеральный директор организации Tron Foundation, основал платформу с целью предоставить людям место, где контент может быть распространен бесплатно, без посредников, берущих какую-либо плату. Например, давайте взглянем на Netflix. Они взимают плату с производителей контента за размещение его на своей платформе. В конце концов, лишь небольшая часть ревс, которые они получают, через подписчиков фактически достается самим производителям контента. Правда, создатели могут бесплатно размещать контент на YouTube. Но данные пользователя, собранные на нем, скорее всего будут использованы для корпоративной монетизации. Tron намерен улучшить эту концепцию. С помощью технологии блокчейн пользователи могут напрямую платить контент провайдерам, например, как на Patreon. Кроме того, Tron сводит любые проблемы, которые могут возникать из-за рекомендаций сообщества и цензуры контента, размещенного на YouTube или аналогичных платформах. Tron стремится исцелить интернет, предоставить освобождение данных своим пользователям. Они получают возможность контролировать свои данные и получать оплату непосредственно за то, что они производят. Это не только распространяется на пользовательском контенте в стиле YouTube. Это также работает с различными типами депс, децентрализованных приложений, построенных на блокчейне Tron. Tron позиционирует себя как самая быстрорастущая публичная сеть в мире. Он использует технологию P2P и Proof of Stake в качестве механизма консенсуса. Это отличает его от Ethereum, который с Ethereum 2.0 переходит от Proof of Work к Proof of Stake. Если ты не знаешь, что такое Proof of Work или Proof of Stake, смотри это видео, подсказка в описании. Я считаю, что Tron и его родная криптовалюта TRX обладают большим потенциалом. Но, как и в случае с любой криптовалютой, некоторые факторы в конечном итоге определяют, насколько высоко может подняться TRX. Давайте разберемся. Спрос и предложение. В отличие от биткоина TRX не майнится. Вместо этого токены выдаются в качестве вознаграждения супер представителям. Тем не менее, у него есть максимальное количество. В настоящее время существует около 72 миллиардов монет с максимальным количеством около 101 миллиарда. Поэтому чем больше токена выдано, тем меньше количество. А значит и цена вполне может вырасти. Однако это тоже будет зависеть от популярности токена. Будут ли люди действительно его использовать? Партнерство. За свою короткую жизнь Tron заключила множество громких партнерских соглашений, в том числе и с Samsung. Начинается новый 2022 год, где перспективы для будущего сотрудничества выглядят многообещающими. Также Tron сотрудничает с Национальной комиссией по развитию и реформам частью китайского правительства. Учитывая, насколько велик Китай как рынок, признание его правительством блокчейн Tron может открыть много возможностей. Прогнозы. Насколько высоко или низко цена поднимется? По мнению аналитиков криптоиндустрии, достигнет ли она когда-нибудь волшебной отметки в 1 доллар? Digital Coin Price довольно оптимистично относится к TRX. В ближайшие годы прогнозируют, что к 2025 году она достигнет 0.08 центов. А вот Wallet Investor более оптимистично относится к перспективам TRX. Он прогнозирует, что к 2025 году он достигнет 0.13 центов. CoinSwitch еще более оптимистичен и прогнозирует, что TRX может взлететь до 0.76 центов к 2025 году. Я довольно неплохо отношусь к Tron как к долгосрочной инвестиции. Его растущий портфель партнерских отношений укрепил доверие к платформе. А недавнее объявление о сотрудничестве с одним из подразделений китайского правительства скорее всего принесет свои плоды. Убиться эфириума это не про эту криптовалюту. И она скорее всего никогда такой не будет. И это нормально. Ее цель предоставить платформу для пользовательского контента. Это уникальное торговое преимущество для разработчиков, которое хватит им с головой. Следующая криптовалюта это DogiCoin. Криптовалюта с открытым исходным кодом. Символом монеты является известный интернет-мем Dogi с изображением собаки породы Сибуину. Криптовалюта была создана на базе другого проекта LuckyCoin, который был сделан из лайткоина, который в свою очередь был ответвлением биткоина. Основным отличием от лайткоина и биткоина было более быстрые транзакции и огромное количество монет. DogiCoin был создан двумя программистами – Билла Маркусом и Джексоном Палмером. Блокчейн запустили 6 декабря 2013 года, а сами создатели называли его «шуткой». Позже, в 2015 году Билли Маркус продал все свои доги. Об этом он написал в открытом письме сообществе на площадке Reddit. Следует отметить, что эта платформа оказала серьезное влияние на развитие проекта. Даже сегодня посвященная проекту ветка очень популярна. Илон Маск и DogiCoin Богатейший человек планеты Илон Маск, хоть и не имеет прямого отношения к созданию монеты, но стал одной из знаковых для нее фигур. После его первой о монете публикации в Твиттере, цена DogiCoin выросла более чем в два раза. Первый пост Илона Маска разместился 6 февраля 2021 года. Сообщение содержало вопрос – будущее криптовалюты Земли или более два варианта ответа? Вот этот пост. Этот пост взорвал рынок и стоимость DogiCoin мгновенно выросла, но Илон не остановился на этом и опубликовал еще несколько постов. Позже, миллиардер написал, что приобрел монеты для своего сына и тот теперь стал холдером. Прогнозы и перспективы. Вокруг проекта всегда было много скепсиса. Сами создатели называли его шуткой, но благодаря бурному развитию сферы криптовалют и активному сообществу, о официальном аккаунте DogiCoin в Твиттере более 3,1 миллиона подписчиков. Проект не только входит в топ-20 по капитализации, но и является одним из самых упоминаемых в СМИ и в социальных сетях криптовалютой. Такая известность не проходит даром и в марте 2021 года владельцы баскетбольного клуба Dallas объявил, что его команда разрешит покупать билеты на матчи, сувенирную продукцию и продукты питания, используя DogiCoin. В мае 2021 года компания SpaceX объявила о совместной с DogiCoin миссии на Луну, которая будет оплачена криптовалютой Dogi. Благодаря такой известности и поддержке огромного крипто-сообщества DogiCoin будет расти и дальше, в случае чего Ион Маск всегда поможет. Следующая у нас народная криптовалюта – это кардана. Ада – это цифровая валюта платформы кардана, названная в честь первой в мире программистки Ады Лавлейс. Разработкой карданы занимается исследовательская лаборатория, которая стремится создать децентрализированную систему и решить проблемы глобальных финансовых систем. Основатель эфириума Чарльз Хоскинсон, который занимается разработкой кардана, уверен, что доступ к прозрачному банковскому обслуживанию поможет миллиардам людей повысить уровень жизни. Кардана создается на основе DeFi и нацелена на некоторые из беднейших регионов мира. Хоскинс считает, что если технология будет работать в этих местах, это станет показателем ее успеха. Кардана – это зеленая монета, которая не наносит вреда окружающей среде. Процесс майнинга кардана более эффективен, чем у других криптовалют, благодаря базовой архитектуре, состоящей из двух слоев. Расчетный уровень кардана – CSL. Это клиринговое подразделение, позволяющее пользователям мгновенно торговать ада с низкими комиссиями. Уровень управления состоит из протокола с различными функциями, такими как улучшение распознаваемости личности, обеспечение безопасности и работы со смарт-контрактами. Прогноз. По словам директора по маркетингу и коммуникациям Output Global, Тима Харрисоном, существует более 500 проектов, построенных на блокчейне кардана. От коллекции NFT до DeFi, кредитования и новых кошельков. Член сообщества кардана написал в твиттере, что распространение токенов кардана почти на 90% происходит в розницу, как и у биткоина. Он заявил, что распространение через розничные каналы растет, и эта тенденция, скорее всего, продолжается. Кардана – это народная криптовалюта. Тем временем, Свита, владелец и оператор Keyblock Stable Pulse, объявила, что число долгосрочных держателей кардана выросло на 32% в феврале 2022 года. Согласно ее последним прогнозам, по цене криптовалюты монета ада может вырасти на 25%, поскольку крупные криптоинвесторы наращивают объем своих вложений в кардан. Предпоследнее место – это криптовалюта Gala. Блокчейн-игры, построенные по принципу play-to-earn, стали новым трендом после бума в NFT-секторе. Одним из флагманов данного рынка – это Gala Games. Организация решила разрушить централизацию в индустрии и объединить лучшие игровые студии, которые используют технологию блокчейн. В 2019 году Эрик Ширмер, соучредитель крупной компании Zynga, решил начать новый проект. Он основал организацию Gala Games с амбициозными целями – дать возможность каждому игроку зарабатывать просто, играя в любимые игры. Это означает, что любой может заработать криптовалюту и NFT, просто проходя миссии и прокачивая персонажей в разных играх. К тому же, всеми предметами и артефактами владеет не студия разработчиков, как в Steam, а сам геймер. Gala Games – это масштабная экосистема, которая направлена на поддержку геймеров и разработчиков игр на блокчейне. В ее основе лежит принцип play-to-earn – пользователи, которые прокачивают скиллы, проходят квесты, выполняют задачи, получают реальную прибыль в криптовалюте и NFT. Почему же стоит купить Gala? Это в первую очередь расширяющаяся экосистема, которая нацелена на объединение разработчиков блокчейн-игр, а не только сеть или отдельная компания, выпускающая контент для геймеров. Особенности – это применение блокчейна NFT и внедрение принципа play-to-earn. В 2021 году используется сеть эфириума, но ведется также разработка собственного блокчейна. Цель этого шага – повысить пропускную способность и снизить комиссии. Все токены, как и NFT, так и служебные, в 2021 году имеют стандартный эфириум и ERC. Но разработчики нацелены на улучшение взаимодействия между разными цепочками, поэтому коины можно использовать и в других блокчейнах, например Binance Smart Chain. Холдерам доступны как и классические способы заработка на криптовалютах, трейдинг, инвестирование, запуск ноды, так и более нестандартные – выполнение миссий в играх, получение призов, торговля редкими NFT. Благодаря огромному новостному потенциалу и небольшой капитализации, эта криптовалюта в ближайшее время может вполне показать прибыль 2x в течение года. И самая перспективная криптовалюта, на мое мнение, это XRP. Кстати, я про XRP делал даже отдельное видео, если тебе интересно, что это за монета, можешь посмотреть. Все же вкратце я немножко про нее расскажу. Сразу же разграничим три понятия, которые часто путают. Ripple, RippleNet и XRP. Первая – это компания, которая ведет свой бизнес. RippleNet – это частный проект, который управляется компанией Ripple. XRP, в свою очередь, это внутренняя валюта этого проекта. Впервые Ripple запустил свою платформу в 2012 году. Она задумывалась как электронная платежная система со своей внутренней криптовалютой. Но сразу встает вопрос – а зачем? Ведь и до этого была куча всяких платежных площадок, которые позволяли осуществлять переводы. SWIFT, Western Union и другие. Фишка Ripple в том, что их система обрабатывает платежи быстрее, комиссии там меньше и работает все 24 на 7. В конце 2022 года главный американский финансовый регулятор предъявил иск компании, выпустившей XRP. Сек посчитали, что токены Ripple на 1,3 миллиарда долларов есть не что иное, как незарегистрированные ценные бумаги. И вот с того момента вся чехарда и разбирательство продолжаются. Глава Ripple, Брэд Гарлингсон, уверяет, что уже в этом году стороны пойдут на мировую. Однако события начала 2022 года не добавляют позитива. И Сек и Ripple продолжают взаимные обвинения с требованием предоставить определенную информацию. Так компания настаивает на обнарудовании ряда заявлений представителей комиссии по ценным бумагам в отношении некоторых криптовалют от 2018 года. Кроме того, есть подозрение, что иск против Ripple может быть прямо или косвенно связан с представителями эфириума. При этом сама компания согласна полностью предоставить юридические документы, где говорится, что XRP не рассматривается в качестве ценной бумаги. Оказывается, Ripple еще в 2012 году обращался за юридической консультацией в компанию Perkins Co., которая показала, что токен это не акция. Если все завершится благополучно и Ripple сумеет выиграть в суд, то это может положительно отразиться и на цене ее крипты. Скорее всего, банкротство Ripple в ближайшее время не произойдет. Все-таки продукт они изначально предполагали неплохой. У криптовалюты есть однозначно преимущество над некоторыми конкурентами. Скорость перевода, размер комиссии. Однако, рост XRP будет во многом зависеть от того, чем закончится история SEC. Если выиграет Ripple, то могут и исторические максимумы преодолеть. Ну а если компания проиграет, скорее всего, коррекционное движение продолжится. На этом видео подходит к концу. Пиши в комментариях, а какую ты считаешь самую перспективную криптовалюту? И почему так? Ставь лайк и подписывайся. На этом канале много интересных видео. Тебе спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал.